Доброе, но не фотография уже единая, давай поговорим про живопис. И как ты к нему подошел? Чему он появился в твоей творчестве? Это же опять-таки, я все свое творчество для себя выявил, что я работаю, грубо говоря, по принципу дерева. Ствол изначально это была фотография, и ветви это то, что ты делаешь с фотографией, грубо говоря, печатаешь фотографию, раскрашиваешь фотографию, потом раскрашиваешь чужую, коллажи, ассамбляжи. И по мере того, как это дерево растет и появляются новые ветви, ты растешь сам по себе как художник, и ты никогда ничего не делаешь, не заставляешь себя. То есть ты можешь либо создать новую ветвь твоего творчества, либо перейти к старой, когда тебе какая-то из этих надоест. То есть ты можешь так циркулировать, поэтому сначала рисовал по фотографии, потом начал рисовать просто, потом думал, ну блин, маленькие форматы, а как это можно, большие форматы. То есть начал ходить рисовать с натуры, потом цвет попробовал, потом там баллоны, потом на холстах. Ну то есть оно как бы вот так, вот эти все вещи, они развивались. То есть ничего особенного. Доброе. А музей Краснощука? Чему дом перетворився в музей? Ну тут же как, это тоже если говорить, то есть я вот все работы делаю по принципу а-ля прима, то есть я стараюсь, там сел, закончил. А вот таких длинных работ, марафонов, как бы особо не делал. А музей это уже когда ты за лет больше чем 10 объединил свою большую часть работ и сделал одну большую работу, в которой уже это как марафон, так и забег на длинную дистанцию, и это уже появился музей. Ну и плюс еще в 2011 или 2010 году я на всех своих фотографиях сзади подписывал слово музей, тем самым я позиционировал, что эти фотографии, они должны быть в музее. Ну потом они начали там как бы в музеях появляться, ну потом как бы сделал я музей, сделал Сережа музей Харьковской школы фотографий, то есть как бы вот эта вот штука с музеями у нас. Ну и как оно житло в музее? Отлично. Потому что ну это как бы мой дом моего детства, то есть родители умерли и как бы в доме было скучно, а сейчас не скучно. Ну в любом случае как бы периоды уныния они существуют, в любом случае. Ну с ними каким-то образом ты борешься. Ну конечно, дом мой меня радует. Мне в нем очень комфортно. Со всеми этими образами, которые на стенах, я с ними абсолютно хорошо уживаюсь. А когда ты начал малювать в городе, в городском пространстве? Ну то есть в 15-м году. Багато в тебе было работать в Харькове? Ну было нормально. Ну коммунальщики делают свою справу доброе. Ну я думаю, что ты приезжаешь до твоего дома, уже так по дороге бачишь, что тут десь-десь поруч красночок. Ну там. Ну там. Продолжение следует...